Привет, с вами Велсаком, iPhone 4s на iOS 6.1.3. Чувствуете звук разблокировки? Его убрали со временем и даже обидно. Хочу сравнить этот самый замечательный iPhone, которому уже много лет, но он еще пользуется популярностью, с iPhone 6s. Может быть плюс, может быть 6s на iOS 9.1. Узнаем, кто быстрее. Это планы на будущее. А пока зашел сегодня в ЦУМ в Apple Shop центральный. Кто не знает, купил нечто супер классное. Вообще мега лучший гаджет от Apple. Реально лучший. Сейчас узнаем, что это. Поехали. Попробуйте с первого раза отгадать, что лежит в этом пакете и... ну... хрен там. Apple Watch Sportband Product Red. Не той стороной. И это 42 мм. Ровно такие Apple Watch у меня. Я купил спортивную версию. Считаю, что это сам правильный выбор. Я в полном обзоре говорил, почему. Они относительно доступны и при этом имеют все то, что и более дорогие версии. Причем у меня это алюминиевый корпус и даже не сапфировое стекло. За полгода часы не потеряли своего товарного вида. Достаточно классно смотрится. И этот самый белый ремешок я также ношу каждый день, не снимая. Конечно, он немножко запачкался, немножко изглаздался. Но если протереть его спиртиком, я думаю, что можно вернуть ему практически былую белизну. Единственное, что и форму он немножко потерял. Вы можете видеть, что он так вот как-то от пота, наверное, потерял форму. Но тем не менее, тем не менее, молодцы Apple. Выглядит все это весьма и весьма круто. Что у нас касается ремешка. Стоит он 4000 рублей. Мне, кстати, не понравился Apple Shop в ЦУМе. Он достаточно грустный. Ничего интересного нет. Это формат Shop in Shop. То есть это не Apple Store. Там нет всяких Genius Bar и других крутых фишек. Но при этом присутствуют все товары, которые должны быть в месте, где человек хочет прикоснуться к прекрасному. А именно купить немножко Apple. Вот в такой замечательной коробке лежит это все. Длинный, кстати, как и сама упаковка от Apple Watch Sport. Напомню, что у нас есть три модификации. Это Sport, это Edition и просто Watch, которые... Ага-ага, смотрите, что у нас происходит. У нас лежит два ремешка, как и было в оригинале. Более длинное и покороче для тех, у кого ручка не такая большая. Собственно, меняются ремешки. Смотрите, засекайте время на секундомере. Мы с вами вот так вот раз сделаем. Мы с вами вот так вот два сделаем. И вставляем на место... Я, блин, забыл у нас. Откуда что вылезло там. Большая отсюда. Маленькая оттуда. Вот, точно. Та-дам! Та-дам! Вау! Совсем по-другому выглядит, кстати. Казалось бы. А совсем по-другому. И все-таки новый ремешок есть новый ремешок. А-а-а! Красненький! Так, это все. Убираем. Крас... Убираем. Красный ремешок. Ну, что, стильно смотрится, я считаю. Красный ремешок. И... Apple Watch стоит своих денег, черт возьми. Хочу сделать ролик, в котором расскажу об опыте эксплуатации часов в течение полугода. За это время успели выпустить обновление операционной системы, которая серьезно повлияла на то, как часы теперь работают и что они умеют. Даже до этого дошло. Хотя на рынке они еще даже года не провели. И, кстати, видите, на ремешке написано «Product Red», очень круто, 42 мм. Класс! Вот такая вот штучка. Поздравьте меня лайком к этому ролику. А с вами был, собственно, человек, который счастлив. Вот теперь у Apple Watch все будет хорошо. Собственно, почему их люди не покупали? Потому что ремешка не было. На самом деле, молодцы. Apple выпустили WatchOS 2 и новые кейсы, и новые ремешки. И даже есть стандартные крепления под сторонние ремешки. Пишите, кстати, в комментариях. Может, вы нашли какие-то классные. Ну, а у меня теперь есть беленький, красненький. Я вообще, как вы видите, люблю «Product Red». Apple молодцы. Верю в Apple Watch. Верю, что второе поколение уж точно взорвет. Если уж первое вам в каком-то смысле не зашло. А с вами был Вилсиком. Подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на мой Твиттер, Инстаграм. У нас много интересного впереди. Пока!